А вы в курсе, что на Кубани не просто уделяют большое внимание патриотическому воспитанию? В регионе в 2013 году даже был принят закон о патриотическом воспитании в Краснодарском крае. Он определил основные направления этой работы как важного и необходимого элемента государственной политики Кубани. Но в Сочи вопросам патриотического воспитания тоже уделяется самое пристальное внимание. И немаловажную роль в этой работе играет Всероссийская организация ветеранов «Боевое братство». Чем занимается эта общественная организация, расскажем сегодня. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Ну и сегодня гость нашей программы, председатель сочинского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство», полковник запаса, ветеран боевых действий Игорь Полевский. Игорь Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что к нам пришли. Но есть мнение, что организация ветеранов «Боевое братство» сегодня является одной из самых крупных и влиятельных ветеранских организаций во всей стране. Есть даже такая статистика, что в общественно-политической жизни нашей страны участвует каждый третий член «Боевого братства». Что можете сказать по этому поводу? Я с вами соглашусь в этом вопросе. Вообще «Боевое братство» было создано в 1997 году. Причина создавала его генерал-полковник Громов. Причина создания. После Первой Чеченской войны появилось большое количество молодых ветеранов боевых действий. Если ветераны войны в Афганистане в советское время были охвачены государством, были определенные льготы, они были приравнены к ветеранам боевых действий. Государство заботилось о тех, кто за это государство защищал. То ветераны после Первой Чеченской оказались, скажем так, несколько брошенными. Государство было не до них. Государству были свои проблемы. Экономика еще в то время не встала нормально на ноги. Мы переживали страшные кризисы. И тогда была создана эта, так сказать, организация. Вот на следующий год будет 20 лет организации. Сначала были задачи, вот именно забота о ветеранах боевых действий, прошедших в Чечню. Потом организация пришла к выводу, что нужно объединять всех ветеранов, не только чеченских событий, но и афганских, и ветеранов других войн, которые происходили в советское время. Основной задачей была забота о них. С перспективой сейчас задачи несколько поменялись. Почему поменялись? Потому что наше государство сейчас оказалось в достаточно сложных условиях. В общем-то, можно сказать, в определенном вражеском окружении. И задача патриотизма, воспитания молодежи и вообще граждан вышла на первое место. Вы, наверное, знаете, что в России есть программа воспитания, патриотического воспитания граждан России. Не просто молодежи, а граждан России. Потому что то поколение, которое сейчас взрослое, которое родилось в 90-е, ну тогда не было, в общем-то, развития патриотизма, оно оказалось недостаточно, так сказать, воспитанным патриотически. И вот эта программа подразумевает создание патриотических организаций, военных, так сказать, учебных центров для молодежи и вообще для граждан совместно с администрацией муниципальной, региональной и ветеранскими общественными организациями. Вот сейчас наша основная задача, вот именно патриотическое воспитание. Но пока мы далеко не ушли от истории, вы говорите, что Всероссийская организация исполнится в следующем году 20 лет. Как создавалось отделение, Сочинское отделение? Кто стоял у истоков создания именно организации здесь, в Сочи? И кто сегодня входит в это ветеранское движение? Создавалось Сочинское городское отделение в 2011 году, но тогда, очевидно, то ли руководители, которые тогда, в общем-то, были в этом отделении, то ли время было такое, развитие своего оно не получило. То есть оно буквально вот до весны этого года существовало формально. Весной этого года мы реанимировали деятельность этой организации. Были переизбраны, так сказать, правления, руководство организации, ну и начали, в общем-то, активную деятельность. Наша организация работает, ну у нас как бы такая структура, ну типа пирамидальная, да, то есть есть главная организация в Москве, есть в Краснодаре краевая организация, с которой мы работаем, сдаем отчеты по нашей деятельности. И вот, в общем-то, в Краснодаре было принято решение все-таки реанимировать работу организации в Сочи, поскольку здесь у нас, ну, работы не было налажено. Помимо того, что Сочи является городом-курортом, городом счастья, он еще является приграничным городом. Граница, в общем-то, с недружественными нам странами. И поэтому, и вообще город стал большим, мы уже, у нас уже больше 500 тысяч, и молодежи очень много, и, в общем-то, есть желание, есть потребность в том, чтобы, так сказать, заниматься военным делом молодежи. Вот этим вопросом мы сейчас занимаемся. А кто это конкретно, кто входит, объединяет кого это движение? Сегодня в Сочи много людей уже... Ну, вы знаете, ведь, как и в любой организации, существует, как бы, массив людей, которые состоят в организации. Существует актив. Актив, как правило, входит 20-30 человек, которые занимаются вот конкретной работой. Остальные числятся. В общем-то, в организации больше 700 человек. Это ветераны боевых действий в Чечне, в Афганистане, в других воинах. Вот. А вот актив вот такой небольшой, в общем-то, у нас порядка 30 человек. Тот, кто занимается конкретной работой. Какая конкретно работа нами ведется, я хотел бы рассказать. Давайте разграничим. Давайте. Так как вы сказали, что и эта работа с ветеранами, с семьями погибших, это одно направление. А второе, это патриотическое воспитание. Вот давайте о первом направлении для начала подробнее. Какая работа ведется с ветеранами боевых действий, с семьями погибших? Ну, значит, могу сказать так. Мы собрали данные о сочинцах, погибших в двух чеченских войнах. Таких данных у нас не было. Раньше не было. Были по Афганистану, то есть, вы знаете, стоит памятник, там все 16 человек показано. А сколько вот сочинцев, которые ушли, так сказать, на войну и погибли, не было. Поэтому мы эти данные собрали, таких у нас в Сочи 23 человека. Опубликовали в одной из газет, ну, есть у нас такая газета «Ветеран». Мы работаем с ветеранской городской организацией. В ней опубликовали. И, в общем-то, сейчас ведем работу по оковечиванию их памяти совместно с управлением образования. То есть, по школам сейчас прорабатывается вопрос об установлении памятных досок в тех школах, откуда эти ребята ушли на войну. Очень интересно. Вот такая вот работа. Ну, и второе направление – это патриотическое воспитание. Как вы говорите, что организация занялась этим не так давно, как работа с ветеранами. Что сейчас в городе, в каких мероприятиях вы участвуете? Уже, может быть, самые крупные назовете. Хорошо. Значит, во-первых, мы установили контакты со всеми воинскими подразделениями города Сочи. Заключили с ними соглашение о взаимной работе патриотической. Такие же контакты у нас установлены с управлением образования, с управлением по делам молодежи. Но это два управления городских, которые конкретно занимаются молодежью. Сейчас на подписи у главы города проект о создании в городе Сочи военно-спортивного турнира под агидой мэра по проведению военно-спортивных игр между учащихся школ и других учебных заведений Сочи. Одним из организаторов турнира является наше боевое братство. Турнир будет интересный. Он будет проходить в два этапа. Сначала в районах, то есть все четыре района у себя проводят турнир. А выигравшие команды в апреле месяце уже проводят городской турнир. Вот такой турнир. То есть в перспективе у нас также совместно с управлением образования проведение турнира военно-строевого, военно-строевой песни. То есть это, в общем-то, тоже очень интересно, даже команды. Ну, в общем, восстанавливаем то, что раньше было. Если вы еще молодые, а вот кто постарше, помнишь, в школах обязательно проходила строевая подготовка, песня, обучение. Сейчас это возвращается. Возвращается. В том числе и благодаря вам. Вот одним из, так сказать, участников этого процесса мы являемся. В перспективе сейчас решаем вопрос, и нам, в общем-то, пошло навстречу Министерства обороны о передаче одного законсервированного объекта, находящегося на территории Сочи, под создание военно-учебного центра. В общем-то, если этот вопрос мы прорешаем, то у нас будет постоянно действующий военно-учебный центр, в котором могут проходить обучение учащихся молодежи Сочи. Потребность в нем имеется. Вот в Сочи сейчас, на данный момент, есть два военно-патриотических клуба. Это «Гренадер» и «Патриоты России». Ну, у них нет своей, так сказать, выездной базы. Это стационарная какая-то база проходит, но выездная база, где они могут пройти, так сказать, стрельбище, где они могут проводить военно-спортивные мероприятия, как и такой базы нет. Вот если такой центр, так сказать, нам Министерство обороны передаст, а вопрос этот решается, мы получили добро от министра о том, что они не против нам передать, то будет большое дело, и будет у нас постоянно действующий центр. Вот, помимо этого, мы участвуем, так сказать, в, может быть, в объединении между управлением образованием воинскими частями по шефской работе. Да, в общем-то, формально некоторые воинские части и сейчас закреплены за школами, но это ведется очень формально все. То есть, где-то отчет проводится, все. Мы хотим, и на следующей неделе у нас будет, так сказать, совместное совещание, делать это неформально, то есть конкретные воинские части, закреплены за конкретными школами. Они там проводят, и мы тоже принимаем в этом участие, наши ветераны, естественно, приходят, проведение патриотических классов. Соответственно, после этого проведение экскурсий в воинских частях. Это, в общем-то, очень полезное дело. Я хочу сказать, что такая работа уже до этого велась, может быть, не в масштабах всех воинских частей, но в некоторых. И результаты есть. Ребята, побывав в какой-то воинской части, увидев, что это, потрогав, потом пишут заявление на обучение в военных училищах, военных институтах. Ну и как минимум просто не боятся идти в армию. И не боятся идти в армию. Ну сейчас уже молодежь не боится идти в армию. В общем-то, сейчас армия другая, поэтому не боится. Даже я хочу вам сказать, что существует конкурс, и не всех сразу берут, столько желающих, что не всех берут. Но вот именно, допустим, увидеть какую-то воинскую часть, понять для себя, какая тебе профессия интересна, либо мотострелка, либо вертолетчика, либо моряка. Для этого надо пойти, для этого надо, так сказать, потрогать своими руками эту технику, и после этого понять, что ты хочешь, кем ты хочешь быть. Вот эту работу мы тоже проводим. Ну, патриотическому воспитанию на Кубани действительно уделяется очень большое внимание. И главное, как считает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, эта работа должна быть системной. Она не должна ограничиваться мероприятиями, которые приурочены к каким-то конкретным датам, например, 9 мая или 23 февраля. И сейчас я предлагаю послушать мнение главы региона Вениамина Кондратьева на этот счет. Вот, что он сказал на одной из встреч с главами муниципальных образований края. Патриотизм и слово патриот – качество, которое внесут в себе эти слова, снова востребованы обществом. Это очень важно. Это, наверное, самое главное, что сегодня мы можем отметить по истечении праздников. Анна Алексеевна, патриотическая работа с молодежью должна продолжаться. Не только в канун 9 мая и неделя после него, весь год. Мы сегодня увидели, что была неподдельная гордость за своих предков, за народ победителей. Поэтому пусть сегодня в школах, как продолжение этого бессмертного полка, будут уроки мужества. Организуйте. Пока ветераны с нами, уроки мужества должны быть в учебном процессе. По крайней мере, в нашем Краснодарском крае. Насколько я знаю, за 20 лет отделение Всероссийской вашей организации уже есть практически во всех субъектах нашей страны. Как вы взаимодействуете друг с другом? Как вы взаимодействуете с краевой нашей Краснодарской организацией? Как, может быть, обмениваетесь опытом? Потому что наша сочинская сравнительно молодая организация все-таки. С Краснодарской мы взаимодействуем напрямую. Вот буквально в прошлую неделю мы туда приезжали, привозили определенные отчеты. То есть мы советуемся по крупным мероприятиям. Потому что все-таки Краснодарская, вы правильно сказали, более крупная, существует очень долго. И создавал ее, в общем-то, выдающийся человек, генерал-лейтенант Поляковский, Константин Поляковский, герой Первой Чеченской войны. Вот он именно Краснодарскую создавал. И сейчас он ее поддерживает всячески. Мало того, эта организация еще в Краснодаре, заместитель, первый заместитель нашей Краснодарской краеорганизации, еще является и председателем военно-патриотического общества Краснодарского края. То есть вот в таком направлении. То есть мы с ними всегда напрямую, практически каждый день созваниваемся, приезжаем туда. Ну а с Москвой проходят съезды, куда посылаются представители, они выбранные, то есть их выбирают организации. И в Москве съезды, когда проходят, там уже определяют стратегию, скажем, на несколько лет вперед. Другие организации, которые, допустим, ну вот в этом году к нам приезжали с Хабаровска ребята, в общем-то, нам же в Сочи в этом смысле проще. Приезжают отдыхать, естественно, созваниваются, и мы общаемся. Приезжали с Самары, приезжали с Красноярского края. Так что вот опытом обмениваемся. Они привозят какие-то свои документы, показывают, как у них ведется работа. Мы показываем свои. Ну и в завершении нашей программы хотелось бы, чтобы вы поделились планами на самое ближайшее будущее. Какие проекты, может быть, задуманные, уже будут реализованы, возможно, какие-то акции, либо участие в каких-то городских или выездных мероприятиях. Что в планах? Ну я уже как бы затронул частично наши планы. Это создание двух турниров, военно-спортивный и турнир строевой песни. Естественно, мы участвуем в мероприятиях, которые проводят управление администрацией и молодежное управление образования. Вот недавно проходила конференция по военно-патриотическому воспитанию, куда ваш покорный слуга был приглашен. В общем-то, там мы тоже рассказывали некоторую интересную информацию, которую было интересно учащимся уже специальных средних, специальных высших учебных заведений. Потому что одно дело школы, они как-то более организованы, а те вот менее организованы. Ну то есть здесь есть небольшая недоработка, по которой мы думаем будем работать. Вот. На перспективу, конечно, хотелось бы, ну это такие большие планы, летом провести морской поход Сочи-Севастополь. Вообще у нас многие, хотел бы сказать, здесь даже не в курсе, некоторых мероприятий, которые проходят. Вот в частности, на День военно-морского флота проходит очень хорошее мероприятие, которое организовывают моряки и пограничники. Это возложение венков морякам, погибшим в 1942 году при переходе к Черноморскому флоту из Севастополя в Сочи. Там погибло больше 300-400 человек. И каждый год выход в море, возложение венков, в общем-то, такое интересное мероприятие. А сейчас на лето мы хотим, если получится, конечно, победителей конкурсов вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, поход из Сочи в Севастополь, так сказать, по вахте памяти. То есть это было бы очень интересное мероприятие. Ну, ряд других более мелких мероприятий. В общем-то, понимаете, постоянно рождаются какие-то предложения. То есть люди приходят, предлагают это, предлагают то. Поэтому работаем над различными мероприятиями. Спасибо большое за очень интересную беседу. И удачи вам в работе вашей. Такое, мне кажется, очень-очень важное. Спасибо большое. Спасибо вам. Хотел сказать, что наш офис находится на Воровского, 58. Это городской совет ветеранов. Желающим принимать участие в общественной работе приглашаем к нам. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был председатель Сочинского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство», полковник запаса, ветеран боевых действий Игорь Полевский. Спасибо. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущих «Бьюти-рум Далс» студию красоты, объединившую лучших стилистов и мастеров Сочи под руководством ее основателя Дарьи Далс. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова